Ну так вот, все меняется, и мы вам с удовольствием представляем комплекс «Русские усадьбы», который располагается здесь, на шоссе Западном 444. Как сюда доехать? Да сюда доехать очень просто. Метро, 10 минут ходьбы, пешком, не спеша. Вот, шиномонтаж, точнее, пункт технического осмотра компании «Файетон». Вот он, ну, наверное, 25 метров, может быть, чуть-чуть больше. Вот, выезд из города в сторону озера Соленая Банна аэропорта. С Новых районов, да вот он, здесь, естественно, приезжаете и понимаете, что для вас есть. А здесь есть русские бани, настоящая русская кухня и замечательный отель. На всем этом я поставлю 5 звезд, потому как я пробовал и скажу вам, что все, что я не попробовал, это вот такое. Да, конечно, все очень клево. Да, конечно, в любых банях, а сделаны они из оцилиндрованного дерева, я бы побывал. Причем в самой фаршированной. Хотя, о чем говорить, здесь все бани на должном фарше. И, конечно, сюда надо прийти всем для того, чтобы понять, что синдром нуористости теперь снят. Да вы и сами сможете это сделать, заплатив всего небольшую сумму за час. Не больше, чем это делается в других, но не банях. При этом количество ваших гостей-то не ограничено. Ну а мы в ту степь, любимую моим сыном. Так вот, что мне нравится в этих банях. Это наличие плавательного бассейна. Дело в том, что мы были в Турции в супер-мега отеле, где был, естественно, плавательный бассейн. Он подогреваемый был. Пока моя жена, естественно, была в парилке, мы с сыном купались. И в этом бассейне он показал, что в 2 года и 10 месяцев он может плавать абсолютно просто. Вот. Без вопросов. То есть даже никаких жилетов ему не надо. Он просто так плавает. Это очень даже хорошо. И в скором времени мы здесь вот, в русских усадьбах, отпразднуем 36-летие моей супруги. Но пока они будут купаться в парилках, мы в течение 4 часов будем плавать в этих бассейнах. Сейчас покажу, как это делается. Вот. Это делается очень просто. Так вот. Говорим, до свидания микрофончику. Вообще, беда. И, конечно, нормальных бань для города должно быть много. Но, к сожалению, бань комплекса русской усадьбы догнать никому не придется. Многие, конечно, задают себе вопрос. И у многих, конечно, в душе и теплится надежда, что это не навсегда. Но, скажем так, в городе достойном и европейском такие бани просто должны были быть. И для горожан, и для всех тех, кто понимает, что крутой европейский курорт, а это и Банна, и Абзакова, может быть и в городе Металургов, который таковым-то и не является. И это особенно понимаешь, вкусив замечательной жареной семги в маке. Жесткий сюжетик, да, ничего не скажешь. Дело в том, что я недавно ел вот эти все блюда, но не в таком количестве. Ел их в отеле Porto Bella в Турции. Приехал как-то и думал, а что же мне делать? Почему у меня в России не будет каждый день 10 рыбных блюд? Там, конечно, блюда классные, да, там 10 рыбных блюд плюс еще 5-10. То есть рыбных блюд было примерно 25 штуков. Это только рыбных. Там еще были языки и телятина, причем настолько вкусно сделанная, что немногим-то оно и покажется. А потом сюда приехал. И вот мне все это дело пришлось в один день испытать, естественным образом. Что такое передо мной? Вопрос. Передо мной семга в маке. Еще тут соус есть спинаджный. Спинач, 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 спинач. Надо попробовать. Немного ел-то, конечно, таких вещей, но вот так вот. Семга в маке. Попробую. Почему нет? Тогда даже порезать не приходится она и так. И по-утам. Ммм. 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 Просто классно. Семга. Обыкновенно, когда семгу жарят, у нее получается, как бы так она не совсем жареная, скорее, тушеная получается. Потому что она такая настолько жирная, что с нее истекает. Но если вы ее в маке сделаете, как это делано здесь, вот, то семга томится в собственном соку. Берете семгу в маке. Я сок, естественно, пью. И вам советую. Обыкновенно туда закидываете. И получается очень даже ничего. Ммм. Что касается, будет, что касается всего, что сделано в русскую садьбу. Вы просто попробуйте покушать. Я не говорю, что надо это делать каждый день. Но раз не делаю, почему бы и нет. Тем более, после что-ли замечательной бани, прийти и покушать в что-ли замечательном ресторане. Вот так эту вещь делает Вячеслав Сурадеев. Человек, которому предписано становиться гуру в приготовлении пищи. Его знает везде. И благодаря руководству его теперь знает и Магнитогорск. Кстати, рекомендую всем хотя бы раз в месяц попробовать. А захочется больше? Здесь и вам всегда рады. Просто я в вашем городе побывал во многих ресторанах. Я вам честно скажу. Лучше не бывает было в них. Не, почему же. Впечатление, я вам скажу так. В одном ресторане кухня ужасная, обслуживание офигительное. Вот я про то и говорю. А в другое пришло заведение, не буду называть, когда мне официантку вот так вот пепельно кинуло на стол. Я был в шоке, конечно. Вот если бы к нам в Москву, мой ресторан в гостином дворе, там возьмите, да, около Кремля, где происходит неделя высокого моды в Москве, да, или в том же самом Таллине, или в той же самой Астане, до этого официанта бы уже на работе бы не было. За такое отношение к гостю, за то, что он пришел к тебе, за то, что он платит тебе зарплату. И вот этого пока в этом городе я пока не увидел. Мы потихонечку, думаю, покажем городу Магнитогорску уровень Москвы, а лучше не только уровень Москвы, а уровень настоящих столиц мира. Совершенно верно, совершенно верно. То, к чему я стремлюсь очень сильно. Ну, а после таких вкусняток можно проехать. А вот никуда и не нужно ехать. Да потому что здесь есть замечательная гостиница. В номерах-то я побывал и ставлю и здесь все те же пять звезд. Что иногда-то и надо делать, когда вас достали соседи. А по сути-то классно, да, попарились. Цена парения небольшая, то есть если в будний день и до вечера это 1500 рублей, вот, если чуть позже это 2000 рублей, если все это дело поделить на вашу замечательную компанию, то денег больших-то не получится. Ну, там, представляете, да, 10 человек и что-то такое. Да, пожалуйста, в любое время, в любое место. Потому как 10 человек это минимум, а можете и больше сюда прийти. Вот, а потом, что вам необходимо сделать? Ну, для тех, кто понимает, что такое вкуснятка, вкуснятка это здесь в ресторане. Потому что повар, он из Москвы сделан. Он вам показывает такую еду, которую кушает и наш президент, и Дмитрий Медведев. Вот, и там он много чего готовит, и просто это очень вкусно. Я гарантирую вам, просто попробуйте, да, чтобы понять, что такое настоящий ресторанный комплекс, которого в городе Магнитогорске и нет. А теперь появился. Вот, ну и естественным образом, для тех, кто не может отсюда выехать, а может быть и не надо ему это делать, а может быть, просто можно сюда приехать и пообщаться, и потусоваться. Потому что здесь такие же супер-мега-баньки. В смысле, не только баньки, здесь еще и отель вот такой.